Друзья, всем привет! Сегодня будет очень интересный ролик из серии «Как ориентироваться в незнакомой местности» и я буду кататься первый раз сам за рулем по Турции, город Сидей, Муновгат. Поехали! Для тех, кто на канале недавно, напомню, в серии данных видеороликов «Как ориентироваться в незнакомой местности» я сам за рулем, камера у меня на лбу, я еду по незнакомому городу, по незнакомой республике, либо стране и объясняю вам, рассказываю, как я ориентируюсь, как я применяю теорию на практике. То есть вы видите все мои ошибки, которые тоже, кстати, допускаются. Я все комментирую, я мыслю, как я вижу, что я вижу, что я делаю, почему я это делаю. Ну и сегодня будет интересный ролик, потому что это будет совершенно другая страна. Совсем недавно был в Турции с семьей, в таком спонтанном мини-отпуске. Я взял машину в аренду и не мог для вас не снять вот этот видеоролик. Сначала от побережья мы поедем в сторону гор, до Зеленого каньона, а тут уже в Сиде и Манавгат. В общем, будет очень интересно. Погнали! Итак, прежде чем выезжать, обязательно я советую с автомобилем подружиться. Я взял Тойоту Корову и вспоминаю, на многих машинах ездил, а вот на Тойоте Короле особо-то не ездил. Но в любом случае все плюс-минус у нас то же самое. Вот я вижу здесь настройка зеркал, как обычно настраиваю ее под себя. Теперь правое зеркало, чуть левое, чуть вниз. Вот таким образом среднее зеркало. Все поставили в центр. Здесь классический автомат, разбираюсь с коробкой, как здесь что, перевод в мануал. Все в принципе классический. Сразу смотрю, как работает вентиляция салона. Вот я сделал кондиционер. Сейчас я сделаю его чуть-чуть поменьше. Сделаю его в ноги на стекло. Все, я в принципе готов. Мне удобно, все видно. Пристегиваемся. Сейчас забьем маршрут. Мы находимся сейчас в районе Манавгат. Турция, вот по карте, если вот здесь. Здесь все рядом. На один день взяли машину. Так, 29 километров. Ну, я не знаю, какие маршруты. До этого смотрел, посоветовали взять именно вот этот маршрут. Половина он серый. А вот, впереди типа какого-то круга. Сразу включу в драйв. Сюда придется положить. По-другому, но никак. Так, ну что, погнали. Правила в Турции я посмотрел. Плюс-минус такие же. Скорость в городе у них не 60. Через 300 метров круговое движение, первый съезд. А 50. Через 300 метров пишет круговое движение в первый съезд. Я здесь на днях прокатился на электросамокате. Не самокате, а на электроскутере. И вот тут небольшой городок, прям со знаками беда. И вот здесь круговое движение. Я немного недопонял, потому что при въезде, видите, знаков нет. Едешь по кругу, вот у него, у него стоит знак стоп. У них он немножко дур, называется. То есть он меня пропускает. У меня первый съезд, въехал-уехал. То есть, видимо, у них наоборот. Через 500 метров съезд после моста. Поверните направо на дорогу Агдениза-Сахила. А вот. Ну, я советую не слушать ее. Я советую больше смотреть на экран навигатора. По поводу скорости, кстати. Здесь нет порога ненаказуемости, как у нас до 20 километров. Но здесь есть 10%. То есть, если сейчас знак 50, то 56 уже штраф вам прилетит. Вот я поглядываю на навигатор одним глазом. Поворот направо у нас здесь. Съезд поверните направо. Не торопимся. Многие пишут, что местные водители тоже нетерпеливые. Чуть зеленый сразу бибикает. Но, как бы, мне на это все равно. Я торопиться не буду. Никогда не ездил в Турцию. Первый раз за рулем. Именно, чтобы сам за автомобилем. Поэтому все интересно. Так, смотрим. 6 километров. Вообще, смысл видеороликов какой? Смысл этих роликов показать вам очередной раз, что совершенно не важно, где мы будем с вами ездить. Если мы правильно распределяем свое внимание, смотрим вдаль. Я вижу красный. Неважно, где мы едем, в каком городе, в какой стране. Я уже не тороплюсь. Вот здесь навигатор мне показывает скорость уже 110. Уже 110 показывает скорость. Но я не тороплюсь. Потому что вижу, вот уже зеленый. Все, начинаю прибавлять. Предупреждающий знак, что впереди регулируемый перекресток. Понятно, что по предупреждающему знаку? Понятно. Так, смотрим. Зеленый. Что там за? Вот, у нас ликовой автомобиль. 100. 110. Вот, разрешено. Так, этот мне немного создает препятствия. То есть, я так понимаю, это типа автобана. Но 110 даже я, наверное, не поеду. Мне некомфортно будет с той скоростью. Я беру машину в аренду. Не просто доехать до точки, да. Хочется все-таки посмотреть местную дорожную транспортную инфраструктуру. Ну, и вам заодно показать. Ну, вот тоже же понятно по предупреждающему знаку, что у нас впереди опасный поворот вправо, потом влево. То, что камеры установлены. Ехали мы с аэропорта сюда, наверное, часа полтора. И сейчас вот я тоже смотрю, дороги хорошие. Разметочка есть, все видно. Пока не заметил по водителям, что они прям какие-то агрессивные совсем. Опыт вождения у меня есть. И наблюдение, не только вождение, но и наблюдение в других странах. Вот, разворот запрещен был знак, да. Понятно же по нему, что запрещающий знак, стрелочка на разворот и перечеркнута. Что это может знать? То есть, они немножко вида, как от другого вида, что ли. Вот, но понять их можно. Все логично, все понятно. Так, скорость лишний раз я посмотрел. Сделаем опережение. Смотрим, у нас остается 2,1 до поворота. Заправок здесь очень много, разных. Есть даже заправки Shell, которые я видел. Так, перестроимся. Режим неваляшки никто не отменял. Я вижу издалека красный. Я уже еду накатом. Еду без газа. Так, прямо-прямо, пока 1,6 до поворота. Начинаем потихонечку притормаживать. Через 1 километр 500 метров поверните направо. И видите, где бы мы ни двигались, если мы издалека видим причину торможения, у нас всегда будет плавная остановка. Мы всегда будем еле-еле подползать к автомобилям. То есть, вероятность, что вы там кого-то догоните, ну, она минимальна. Просто ее даже нет. Так, то же самое мы. Пока он там разгоняется. Идет тоже без поворотника. Не все включают поворотники. Так, так как не скоро направо, я занимаю обратно крайне правое положение. Вот то, что тоже видите. Знак приоритета, я так понимаю, как у нас, да, треугольный. Вон, видите, за место стоп у них какой знак написано. Форма такая же, но написано дур. Но, опять-таки, можно же понять по знаку, да, что это такое. Можно. 800 метров направо. Чтобы вам повернуть именно туда, куда нужно, периодически нужно смотреть на экран навигатора. Режимом неваляшки, естественно. Чтобы все-таки, видите, дорогу тоже. Через 500 метров держитесь правой полосой, а затем поверните направо. Так, ну я понимаю, это вон тот регулируемый перекресток. Как раз, видите, я смотрю светофор. Так, мы и так едем в крайнем правом положении. Включаем поворотник заранее. Смотрим в правое зеркало. Смотрим обязательно в сторону поворота. Смотрим в навигатор. Чтобы все нам успеть посмотреть, оценить. Тоже по знаку. Понятно же, что двухстороннее движение. Так, здесь у нас знак 50 плюс 10%. Да, это не у нас. Можно было бы к 70 двигаться, да. Здесь знак 50, соответственно, ну, 10% в 55 край. Ну, сейчас проехали, я увидел одну камеру только. Наверное, в каких-нибудь таких городах, Алании, Анталии, наверное, больше. Получается, едем в сторону гор. Я вижу, издалека камер нет. Но, тем не менее, я почитал, погуглил. Бывает, полиция находится и не в спецмашинах. Они могут быть в автомобилях, типа гражданские. Вот тоже, смотрите, у нас знаков нет. У них дур, да. У них стоп и уступить, соответственно. А у нас, с нашей стороны, знаков приоритета нет. И вот здесь, вот я, по-моему, навгату катался на электроскутере. Я обратил внимание, так практически везде. То есть, как нам понять, у нас равнозначный перекресток или у нас главное. Вот я советую, когда к пересечению подъезжаем, смотрим с поперечного направления, по форме знаков, что у них там. Если уступить, это будет знак вершинкой вниз. Все предупреждающие знаки, они вершины вверх. Мы сразу поймем. Знак главный, это ромбиком, да. Знак стоп, вот мы сразу тоже сейчас поняли, что у них, ну, если по-нашему говорить, знак стоп. То есть, не нарушаем, не превышаем. Помним про пять золотых правил. Не торопимся, не отвлекаемся. Не нарушаем правила дорожного движения. Плохо себя чувствуем, тоже за руль не садимся. Ну, по поводу исправности автомобиля. Все, что вы можете сделать в другой стране, когда вы берете машину, не берите самую дешевую. Вот я взял машину Toyota Corolla. Ну, это средний такой сегмент здесь, как бы, да. Я бы мог взять и дороже. А зачем переплачивать? Пробег, он всего 36 тысяч у нее. Она новая практически. Не берите просто хлам. Не берите самую дешевую. Так, смотрим вдаль. Пока у нас ничего такого нет. Дорога, но и дорога. Как бы, если бы не пальмы, и вроде бы как и у нас, ты едешь и едешь спокойненько. Смотрите, вот так он выглядит здесь. Ну, понятно же, что нам нужно остановиться. Форма, да, такая, ромбиком красная. Соответственно, мы, независимо от того, есть кого пропускать или нет, останавливаемся. Все, пока он далеко, я еду. Так что все понятно. Если вы знаете правила дорожного движения, их так понимаете, в своем регионе, то в других регионах, знаете, если страна подписала Венскую конвенцию дорожную, вот это, да, то плюс-минус правила, они будут одинаковые. Везде есть свои нюансы, но прежде чем садиться за руль в другой стороне, обязательно нужно поинтернетить, помониторить, соответственно. Ну, здесь дорога, она плюс-минус вот такая вот она и будет, потому что мы едем в сторону гор. Вот, потом обратно, не знаю, буду снимать или нет, если будет то же самое. Хотели заехать в город Сиде, посмотреть, там будет точно интереснее, там тоже камеру включу, заряжу. Ну, здесь вот я, как наблюдаю, местные ездят гораздо быстрее, потому что такой населенный пункт совсем не густо, я не вижу никаких столбов, никаких камер, но, тем не менее, я не хочу превышать. Здесь тоже нужно понимать, что вы находитесь в незнакомой местности, более того, мы находимся в незнакомой стране, где все равно какое-то разное воспитание, менталитет, там у нас принято более-менее пешеходов пропускать, а у них нет. Поэтому лучше не надо торопиться, едем, наслаждаемся, получаем удовольствие от вождения. Так, налево через 200 метров. Вот, это нам сюда, как раз на этот мост. Точно? Поверните налево. Точно. Так. Через 300 метров поверните налево. Там стоит машина у нас, что мы будем делать? Так, сейчас мы подождем, пока она уедет. Точно он нас сюда ведет? Ну да. Другой дороги нет. А, ну есть, но она полукругом идет. Так, все, освободилась дорога. 13 километров еще ехать. И вот в подобной ситуации, когда вам что-то непонятно, всегда начинайте с торможения. Иногда люди спрашивают, что делать в такой-то ситуации. Что делать в такой-то ситуации. Не какая-то непонятная ситуация, начинайте тормозить. Иногда вплоть до остановки. Остановились, разобрались, поняли, определились и поехали. 300 метров показывает направо. Поверните направо на дорогу Бараш-Манавгад. Бараш-Манавгад, понятно? Ага. Дорога Бараш-Манавгад. Ну вот то же самое. Видно, что вот эта дорога наша по отношению, по отношению, на которую мы выезжаем, она как бы, ну меньше значения, что ли, кажется, да? Ну, мы выезжаем на какую-то... Вот она, скоростная, вот она несется, да? А смотрите, а знаков нету. Знаков никаких. А, это был зоопарк у нас. Никаких знаков нету. Ни у них, ни у нас. Ну, тут как бы можно понять, что я выступаю, потому что я как-то, ну, не знаю... А вообще, по идее, как бы помеха справа, да? Потому что мы у них помеха справа. Ну, они фигачат вот по отрасти. Ну, вот это, конечно, не очень хорошо. Если ехать четко по правилам, а у них как бы, ну, то же самое, равнозначный перекресток, если нету никаких знаков, помеха справа. А здесь как? Ну, иногда только приходится доверять интуиции, здравому смыслу. То же самое, знаки, видите? У нас они красные, по-моему, там с белыми стрелками, да? А здесь красные на белом фоне. Ну, понятно, что это опасный поворот. Куда он уходит? Все понятно. Все логично. Тоже за нами едет. Не обгоняет. Хотя никаких сплошных, никаких камер. Я еду вот 50-55. Где-то, может быть, могу немножечко заглядеться на дорогу. Привычка может сработать, что у нас в населенном 60, да еще 20 ненаказуемые. Получается, что у нас можно 7-9 ездить без штрафов, да? Вот. А здесь 55, 56 уже. Все. Так, стрелочка нам показывает сюда. Хотя в правостороннее движение хочется уехать туда, если честно. Вот. Здесь тоже слияние с двух дорог. Но вот здесь я смотрю с их стороны, с той дороги, которая выезжает. У них знак стоп. Видите? Вот. Но все равно раз мы посмотрели, убедились, что там никого нет. И все. Вообще привыкаешь. Сначала выезжаешь, кажется, ты прям ползешь. А сейчас, видишь, вот где же 50. Ну и вроде бы, что, едешь 50. Вот как раз грин. А это ресторан. То же самое. Смотрите, видите, я пытаюсь через раму вот так вот смотреть. Иногда она идет другим направлением. Вот и горы. Через 300 метров поверните налево. И через 300 метров поверните налево. Хочется куда налево? Мы же едем направо. А если мы посмотрим сюда, на экран навигатора, мы сразу все поймем. Так, вот здесь мы поворачиваем налево. Тут у нас уже реклама Грин Каньона. Так, то же самое. Ни знаков, ничего. Туристическое такое местечко. Здесь, соответственно, тоже поаккуратней. Многие спрашивают, как на серпантинах. Есть отдельные ролики. Особенности управления. В горной местности. Да, машинка, в самом деле, слабовата, если честно. Еле-еле тянет. Хотя горочка незначительная. Ну, какие виды зато. Красиво. До конца маршрута 200 метров. Так, ну здесь тоже грех не остановиться. А здесь у нас, смотрю, туннельчик будет. И нам, кстати, в этот туннель езжать. Еще раз пойдем, сделаем пару фоток. Как раз мы пропустили колонну джипов. Приехали, возвращайтесь. Мне с вами понравилось. Пойдем сейчас, где белая машина, встанем вон там. Видимо, приехали парковки, скорее всего, здесь тоже, наверное, платные. Или непонятно. Платные, неплатные. Алин, что написано? Нет. Итак, поедем сейчас мы в город Сиде. Небольшой маршрут. Буду где-то проматывать, потому что дорога частично будет сейчас та же, пока уехали. Пока здесь не ловит связь. Яндекс.Навигатор, хотя я оплатил сегодня. Есть запасной вариант. Maps.me Я закачал здесь оффлайн-карты. Видите, он меня спокойно находит. Попробуем воспользоваться им. Я его не люблю, потому что непривычен он мне. Но, когда нет другого, то и это хорошо. Так. В общем, я забью пока вот сюда. Вручную. Начать. Так. Не хочет. Ну и ладно. Поэтому, друзья, видите, вот в таких ситуациях я вроде бы оплатил связь. Недешево, но в общем, пока я воспользуюсь Maps.me только надо закачать, пока у вас будет интернет, карты. Я закачал туда вот этот регион Турции, в котором нахожусь. И, соответственно, без интернета спокойненько он вас приведет. Так. Так, давайте посмотрим навигатор. Резкий будет поворот. А потом? Потом дорога по Ухты. А потом-то город да какой там населенный прям густо. Ну, во всяком случае, по карте. 300 метров направо. Поворот будет резкий. Это не здесь. Через 300 метров поверните направо. Кто-то бы сейчас здесь повернул. Ну, навигатор же сказал 300 метров направо. А 300 метров для многих, ну, это просто цифра. Это непонятно. Нам нужно понимать глазами, что такое 300 метров. Вот. Если мы сейчас посмотрим на экран навигатора, это вот ближайший поворот направо. Вот этот мы игнорим. Видите? Поверните направо. Или не игнорим? Нет, не игнорим. Это наш. Как раз. Ну, и, соответственно, мы пропускаем. Тут такая будет небольшая полоса разгона. Так. 1,9 и налево нам показывает. Там дети. Я на всякий случай перестроюсь. Левее. Ну, да. Город такой же. Прямо город-город. Я вижу такие многоэтажки там стоят дома. То есть уже не село. Перестроюсь пока обратно. Мне, в принципе, все равно, в каком ряду ехать. Ну, местные водители. Пусть они быстрее едут. Если мы находимся в незнакомом месте, нам нужно дополнительное время для оценки какой-то ситуации. Потому что мы не знаем, что нас ждет за поворотом там и так далее. Если будут припаркованные постоянные машины стоять, вот я сейчас вижу две машины, никого нет. Я уйду пока вправо. А так, если вы понимаете, что вам придется вот эту змейку ехать, то встаньте, останьтесь в левой полосе и все. Так, ну 45. Что-то я совсем. Надо чуть-чуть прибавить. Чуть-чуть. Здесь сразу видно и дорога другая, и двухполосочка с разделительной полосой, и машин больше. 8 километров основной маршрут. Когда читал по поводу правил, так, здесь нам по прямой, было написано на одном сайте, что в населенных пунктах может быть написана цифра, которая показывает количество населения. Но я пока такого что-то не увидел. Такое ощущение, что мы уже в Сиде. Потому что уже... Ну, я так понимаю, да, это хоть и не в горах совсем город, но местность такая. Все равно холмистая, соответственно, напоминает наша для Сочи чем-то. Поэтому здесь, естественно, даже никаких 50 не надо. Через 300 метров поверните налево на улицу Хастани. Так, ну это нам ни о чем. Это у нас вот здесь получается. Ну вот он опять ехал, да, кто кого. У нас дорога, там какая-то брусчатка. Со знаками беда здесь, конечно. Знаки предписания есть, типа стрелка сюда. Ну, я как учу ставить слово только, так я понимаю, и здесь надо также ставить слово только. Так, вот здесь нам показывает налево. Тут что, даже пробка? Поверните налево. Даже пробка. Поворотники. Сейчас посмотрим, как с поворотниками у людей. Вот, отключил. На Кее нет. Так, тут уже поинтересней. Это мне нравится уже. Так, мы успеем проехать. Видите, у них у запрещающих знаков ширина каемки, круга шире. Вот знак остановка запрещена. Он для нас непривычный, но мы же видим, что это знак остановка запрещена. Так, через 500 метров нам показывает повернуть направо. Так, ты паркуешься, не паркуешься. С парковками, я так понимаю, здесь будут тоже не очень узкие лучки. Хотя вот, можно было бы... Ну, нам рано. Нам 7 километров. Вот здесь, да, больше 50-ти, то не надо ехать. Искусственный, неровный знак предупреждающий. Старенькие знаки такие уже. 330 метров направо. Через 300 метров поверните направо на бульвар Мухитин-Эрсей. Понятно. Причем у нас сейчас будет дорога криво прямо идти. Вот здесь сейчас на развилке она показывает правее. То же самое, ни знаков. Поверните направо. Я ни разу не увидел пока вот сколько езжу здесь знаков приоритета. Хотя вот город-то приличный такой. Смог какой-то стоит. Улочки узкие. Интересно. Очень много здесь смотрю электроскутеров. Так, здесь у нас знак стоп получается, да. Мы едем типа стоп. Дур. Дур. Оступлений нету. Или их просто пропустить. Что-то страшно прям тормозить резко, потому что читал, что перед пешеходным переходом прям аккуратнее с пешеходами, потому что может прилететь. У них здесь не особо принято их пропускать. У нас особенно новички, которые на экзаменах инструктора дрюкают. Пешеход еще вон там где-то только идет, то ли он пойдет, то ли нет, а они резко в тормоз. Так, вот круговое движение. Тоже мне не очень сейчас я допонял у них. Я так ничего не нашел про круговое движение. Вот. 1,8 до него. Прямо интересно даже остановиться, посмотреть, наблюдать с людьми. Вот тоже, кстати, вот эти клумбы, если разворачиваться, здесь только по кругу получается люди едут. То есть не в первый поворот, да, а вы как бы этот круг объезжаете против часовой стрелки. Но это не считается круговым. Вот через 1,7 будет круговое движение. Хотя вот у нас рядом с отелем есть тоже круг. Ходил, смотрел на него. Сторис даже выкладывал как-то я. Но там я не увидел знак, что это круговое движение. А навигатор говорит, что это круговое движение. То есть у нас по сути то же самое есть. Вот я вас что-то вот сбрось скорость, по-моему, я вас. Я тоже такое помню, что-то читал вчера, что можно встретить надпись в виде разметки. Вот, что я вас. Вот сейчас если нам бы налево, вот нам вот так вот по кругу. Такой я уже видел где-то еще, не только в Турции. Все достаточно интересно, конечно, смотреть на это все дело. Главное, говорю, не торопиться. Да я смотрю, местные особо-то тут я в более крупном городе, я не вижу, что кто-то куда-то торопился, бибикал, гудел там, как вот многие писали, еще зеленый не загорел, тебе гудят уже. Так у нас все то же самое бывает. Так, молчит, в какой съезд-то мы едем? Или у нас точка назначения? Нет, не точка назначения здесь. Вот мне интересно бы остановиться, если будет можно перед кругом. Вот то же самое, кто Каупер, вот у него дур стоит, все вижу. Почему нет знаков приоритета? Третий съезд. Это куда? Блин, немножко непонятно. Так, вижу светофор, там регулируемый получается перекресток, да? У нас зеленый, видите, слева с поперечного красный. Так, на мотороллере пофигу. Поехал, вы видите, как резко. Вот я про это тоже читал. Троговое движение, третий съезд. Я про это тоже читал, что меняется у них зеленый на красный, буквально быстро, один раз, желтый раз, и все. Вот она говорит, третий съезд. По сути, мы едем, вот, там тоже красный, кстати. По сути, мы едем во второй. Вот мы этот игнорируем, там, естественно, поворот направо запрещен. Вон, видно все. В принципе, все понятно. Потому что здесь как разделительная полоса, где вот эта вот дамба, эстакада. Здесь, видите, круговое движение, регулируемый круг. Вон тоже стоит товарищ, для нас это будет, там, второй съезд. Видите, у него красный, он пропускает, стоит. Смотрите, на красный мотороллеры гоняют, как оттуда вот, был красный, проскочил. Вот у нас сейчас красный, один проехал. И все равно там встал на красный. Смысл нарушать. Так что, вот с этими товарищами, конечно, нужно быть прям поаккуратней. Так, все, едем. У нас зеленый, соответственно, мы по сторонам смотрим, но никого мы пропускать, соответственно, не должны. Здесь у нас тоже зеленый. Видите, если не будет знаков приоритета, то, соответственно, так, ты не будешь поворачивать направо, а то, хрен его знает, сейчас крайне левой полосы, как фига кнет. То есть, если не будет работать светофор, вот тут ничего сложного. Ты едешь по кругу, у тебя постоянно установлены знаки, что тебе нужно уступить, да, типа нашей стопы, типа нашего стопа. Вот бензин, 44 лиры, умножаем на 3. Через 300 метров поверните направо на бульвар Кемер. 125, 120, 130 у нас получается рублей за литр. И здесь нет такого 92-й, 95-й, я не видел на заправках. Есть дизель, есть бензин. Так, это здесь, здесь. Поверните направо. сейчас сказал 95-й, заливайте. Ну, он сказал 95-й, но ты вот сейчас посмотри на заправках, то увидишь. О, знак приоритета. Обалдеть. Первый раз я вижу знак, как уступить. Уступать некому. Знак 50, ну, это понятно. Еще 3 километра. красный, вот здесь даже есть табло. Вот мы сейчас поедем налево, получается. Но мы налево, естественно, не здесь поедем, но мы поедем. Поверните налево. И это понятно по навигатору. Она также показывает. Так, ну, естественно, мы пропускаем встречку, а здесь вообще у нас знак стоп и еще один светофор. Это, по сути, точно так же, как у нас. Если при повороте налево мы как бы завершаем маневр, да, или мы видим знак стоп, мы видим стоп-линию, мы должны руководствовать каждый сигналом светофора. Здесь она как бы есть, но она стертая. Но в любом случае, ты поворачиваешь и видишь перед пересечением светофора. Так, все, он зеленый. Обязательно смотрим. Вот, поворотник. Чего он так на нас смотрит? Улыбается, едет. Все в знаках у них, в дурах, в этих. Его больше, даже чаще ставят, чем наступить. Наверное, по моей манере вождения видно, что за рулем сидит не турок. Что не местный. Там фиг ее знает. знак 40. светофор не работает. на светофоре поверните направо на улицу Казым Карабикира. Вот этот дур стоит не нам, он повернут им. Вот, у него стоит дур, видите, вот он. Только можно догадаться, что у тебя главное, что у тебя нету знака дур, вот этого. Вот все в них, везде эти знаки стоят. Так, здесь типа тоже, не то чтобы круг, показывает нам направо. мы едем направо. Классные домики. Препятствия вижу. Вдаль тоже повернули, сразу посмотрели вдаль, увидели. Соответственно, вовремя. Так, здесь аккуратнее пешеходный переход, но аккуратнее с резким торможением. Прямо все предупреждали, что сзади может пролететь, не принято у них особо. То есть, бывают случаи, ну, и мы как бы на это попадали, как-то я не помню, в какую поездку, что ты действительно идешь по пешеходному переходу, а тебе еще бибикают, типа, куда ты идешь, типа, не видишь, машина едет. То есть, может быть и такое. У нас как-то вот привыкли люди пропускать пешеходов, штрафы, рейды были частые. Тоже и так интересно, смотрите, пешеходный переход есть, а он один. То есть, нет такого, что вот здесь два знака, у нас там, если нет разметки, справа знака начинается, да, на левом знаке заканчивается. Здесь они стоят на одной линии, ведь очень много двухколесников, электросамокатов этих, электроскутеров. Третий съезд. Так, будем смотреть, что у нас здесь. Круговое движение, третий съезд. При въезде никого, включаем левый поворотник, у нас уступить, пока уступать некого. Правый поворотник, все четко сделали. Через 300 метров, круговое движение, второй съезд. Опять круг, одни круги. Так, у нас тут светофор, это тоже регулируемый круг. Видите, он стоит. круговое движение, второй съезд. У него красный. Так, а здесь что? Здесь у нас зеленый. Все, мы едем, но по сторонам смотрим все равно. Вот как у нас в Москве ВТБшный, как будто велосипеды стоят в аренду. Как-то у них наоборот. слева знак первый стоит, прав второй. Машину надо искать здесь место. Видишь, все они стоят. Ну, давай, будем искать здесь. Замедляемся, включаем поворотник. Этим самым мы всем говорим, почему мы так ползем. Сразу смотрим на ту сторону, на эту сторону. Надо было типа раньше мне сказать там. Слева там ничего нет. Что, заедем на парковку или там бесполезняк? или там бесполезняк? Или там бесполезняк? Или там бесполезняк? Ну, давай тогда подальше пройдем чуть-чуть. Это что, все туристы, получается? Неужели? Нет. Вот смотри, остановка запрещена, а всем пофигу. Все равно все стоят. Полиция стоит. Полиция. Полиция. Что, развернемся? Конечно. Дальше у нас тут все. Ну да, ведет нас туда дальше. Видишь, он даже не показывает, что он просто показывает, сюда уходить и все. Так, ну, будем искать место для остановки. Маршрут перестроен. Ну, можно ее, наверное, звук уберу, чтобы она нас не отвлекала. Блин, за эти белые машины, это все туристы же. Ну, возможно. Что, направо пойдем? Потом. Ничего не запрещает? Не запрещает. Ну, запрещает. Ну, непонятно, что он запрещает. Он стоит. Но он повернул, как-то. Блин, вон стоит. Вместо ищем, Алин. Сиде. Что? Да, это одна большая достопримечательность. Он сейчас будет, вон, видишь, руины, Алин. Ну, а как туда? Да, это платная. Понятное дело. Сколько вам интересно? Короче, проще заплатить. Отопарк. Парковка. Я так понимаю, вот он въезд. А, здесь официально. Я не вижу, сколько она стоит. Сколько ты не стоит? 50 лир. Это one час. Да, час, один час. 50 лир? Да. 150 рублей по-нашему. Ну, нормально. Мы сейчас больше бензина прокатаем здесь, искать это место. Официальная парковочка, вот как положено, все. Первый час 50, да? Потом, ну, нам 2 барра часов хватит, 70 лир умножаем на 3. 200 с лишним рублей. Нормально, я считаю. Так, что у нас здесь? Типа надо нажать. Все, да? Все, нам зеленый. Ну, вот как-то так. Ну, и, соответственно, потом надо будет посмотреть выезд, как отсюда выезжать. Номер места не сказал? Номер места? Нет. Плакает, что это номер машины. Я так понимаю, что здесь все равно, главное на инвалиды, на низу не будем ставить. Вот места, до места полно. просто... Видишь, парковка запрещена, видишь? Ну, это вдоль, я так понимаю? Или нет? Не знаю. Да я в тенечек хочу куда-нибудь. Это выезд, я так понимаю, да? Не знаю. свободный, прямо до хрена. Прямо до хрена. Окей. Давай. Кондер есть, потом включим. Я, мне кажется, что-то так нахладел, что у меня даже ноги замерзли. Так, ну, я люблю парковаться задом. Ну, постараемся, да, как положено. камер здесь нет, хотя машина такая вроде бы. Поэтому я пользуюсь вот таким способом. Я отстегиваю ремень, открываю вот так, колеса прямо. А, а что, не хочется открыто дверью ехать? Гляньте, какая, придется вот так вот вылазить. Машина ставит ручник самостоятельно, когда открыта дверь. Так, пойду, посмотрю. Нет? Когда отстегиваешься. А, без ремня не едет? Ну, может быть. Так, что у нас здесь? Нормально? Пойдет вполне. Так что, друзья, ничего сложного нет. Главное, не паниковать, разобраться, потому что многих останавливает. А где я буду парковаться? Как видите, в других даже странах, ну, все то же самое. Я языка не знаю пока. Сейчас я начинаю понимать, что нужно его изучать. Но, тем не менее, можно понять, где парковаться и как. Ну, и, соответственно, еще хотел бы сказать по поводу выезда с парковки. Видите, здесь есть QR-код, я сейчас его отсканирую. И, возможно, здесь также после оплаты дается какое-то время. Но вот у нас везде так есть. То есть, ты оплатил или тебе дается определенное время. В любом случае, прежде чем сесть в автомобиль, когда мы будем уезжать, нужно будет походить, посмотреть, где оплатить, где выезжать, сколько дается на выезд и так далее. Так, будем выезжать до отеля. Показывает 23 минуты, 19 километров, но идет прямая. Я хотел проехать через какой-нибудь центр города для того, чтобы побольше посмотреть и вам показать. Ну, вот хотя бы так. Сейчас мы проедем через центр Манавгата. Вот, тоже время. Время немного увеличилось. Так, ну что, сейчас еще нужно надо как-то оплатить. Непонятно. Сейчас уже будет закат. Как раз то, о чем я вам говорил, когда выходил на достопримечательность, посмотрел, где люди выезжают. Паркоматы два стоят, но они ни один не работают. поэтому на выезде сейчас будем смотреть, как другие выезжают. Насколько я понял, там сидит человек с терминалом и вот нужно будет пикнуть. Надеюсь, карта сработает. Знаете, кто-то 70 лир. А, ну да, вон стоит человек с терминалом, принимает платежи по карте. Да, берет человек, пикает и говорит, сколько оплатить. что-то да, у них не работают терминалы. Ага. 90 лир. На 3 270 рублей. Получилось 270 рублей за 3 часа. Нормально. Зато если где-нибудь в нарушение встать, будет дороже за штраф отдавать. Так. Через 360 метров показывает будет круговое движение. И показывает нам ехать второй съезд. Так. Ну, здесь понятно, да, поворот налево запрещен. Перестроюсь в этот ряд. Так. Ну, регулируем. Мы видим, да, у нас 9 секунд даже остается здесь отчетность. по сторонам мы все равно смотрим. Здесь зеленый у нас, по сторонам все равно смотрим. Вот. И сюда вот мы выезжаем. Снова показывает круг. тоже смотрю, самокаты в аренду. Неужели Юра стоял фиолетовый? Так, здесь показывает нам как бы по прямой. Вот, смотрите, видите, пешеходы стоят, их никто не пропускает. Сзади нас никого нет, не хотят они дойти. ну, тогда. Так, то же самое смотрим вдаль. Вижу пешеходный переход, велосипедисты. тоже пешеход стоит, один посередине знак, второго нет. Вот здесь два знака, один справа, второй слева. Вот, смотрите, видите, пешеход, смотрите, он прям рядом идет, но тем не менее форт даже ускорился, чуть ли не специально. Так, показывает третий съезд нам двигаться. Сзади мы пока левее. Вот здесь видите, просто у нас знак, как бы, да, дур, я не знаю, правильно я его называю или нет. Пока места за пересечением нет, ждем здесь, соответственно. Все, место появилось, пропускаем слева автомобиль. Тоже похоже, как бы, ну, круг, да, но сейчас он не показывает, что это. Здесь уступаем еще раз. Все, далеко машина. И здесь я правым поворотничком покажу, что я выезжаю. так, 1,3 направо. Так, это в наш адрес стоит, да, поступить? Монавгат. По карте город больше, чем Седе. так. Здесь видим 70 пока. Ну, вот, вроде бы 70, я еду 75, 77, прямо впритык, да, народ-то едет гораздо больше скоростью, камер нет, соответственно, просто знают, где можно превысить, где нет. Немного камер у них даже сравнить с нашим городом. Ну, интересно было бы, конечно, посмотреть более большие города. Анталия, Алания. У всех на крыше бочки. И солнечные батареи. Так, не забываем смотреть маршрут в навигаторе. Через 1,7 километра направо будет поворот. скорость приличная. Соответственно, этот километр-полтора мы проедем достаточно быстро. Но все равно, 80 скорость у меня уже, меня все опережают. Хотя здесь, ну, во всяком случае, и здесь, и знак был 70 километров. Так, километр до поворота. Пока не буду перестраиваться. Дорога свободная, успеем. тем более, здесь уже не обязательно зеркало. Так, вот какая-то будет развязка. Через 460 метров правее. Это как раз вот перед нами, насколько я понимаю. Ну да, это вот сюда. И там на светофоре мы поедем прямо показывает. Так, с каких полос можно прямо ехать? С любых. Ну, значит, пока останусь я в этой полосе. Нет, лучше перестроимся. Здесь, видимо, люди стоят на разворот. Мигает красный. это не нам сбивает с толку. зеленый. По сторонам все равно смотрим. Хотя, как-то стоит он как будто и в нашу ту же сторону. Непонятно. Не понял я, что это был за светофор мигающий красный. Так, через 440 метров мы едем налево. Как раз мы заезжаем в одно место и оттуда поедем налево здесь или дальше? Дальше. Тут у нас красный. Разметка такая, конечно, здесь все затерты, еле-еле видна она. И вот пока красный. Опять можно, если вам не хватает внимания в движении, остановились прям сразу же. Так, видите, у меня двойной маршрут, он в отель, но с заездом. С заездом. Вот такой интересный сейчас будет извилистый маршрут. До водопада мы доедем. Вот. Получаем поворотник. Тоже смотрим на всякий случай. Так, здесь снова красный у нас. Вот, смотрите, человек поехал, видите, девушка. Смотрите, мигает зеленый непонятно как. Короче, двухколесники нарушают здесь по полной. Машины стоят. Какой раз проезжаю и вижу, что им все равно. Они смотрят, машин нет и проезжают просто. Так, все у нас зеленый. Убеждаемся, что все остановились. Обязательно здесь у нас вот это вот не в нашу сторону, я так понимаю. Это для белого автомобиля знаки со светофором красным. Так, 1,3 до кругового движения двигаться по прямой. Так, начинаются сумерки. Наверное, пора включать свет. Я смотрю, местные тоже включают. Я как бы не по ним ориентируюсь, а чисто сам. Пора. А вот камеры как раз притормозим на всякий случай. Рашинг туристов вдруг выбежат. Они-то бегают бывают по пешеходам. Если первый раз здесь так зеленый, пока на всех светофорах прямо, тоже видите, как быстро переключается. Он не мигал даже, он просто резко желтый и сразу красный. Светофорчики какие-то маленькие по отношению наших. светофоров они по размеру меньше и сами круги и по объему. Но в принципе их достаточно видно. То же самое отчетности нет. Немножко раз уменьшили. Я периодически моргаю на экран. Он то же самое, видите, смотрите, и поехал. Вообще красавчик. Будет неудивительно, если они без прав гоняют, без страховок, без шлемов. Вообще бесстрашные люди. Так, если зеленый загорел, ну ничего, никто не бибикает. Я специально даже паузу выждал. Писали, что прям вот чуть зеленый сразу себе бибикает. Ничего никто пока не бибикает. так, ну здесь прям цивилизация. Тоже разметка еле видна. 700 метров до кругового движения. Пока молчит, какой съезд. Так, тоже аккуратно. Нога над тормозом в таких случаях, потому что реально от этих двухколесников непонятно, что ждать. Вот, да, это все-таки автобусная остановка. Я все думал, что же это за знак D такой. И заметил, что это у них выделяют так автобусные остановки. так, зеленый. Ну вот, попробуем прочитать. Смотрите, поворот налево запрещен, только прямо разворот запрещен. Получается, ну, зачем три знака? Только прямо и все. Здесь, чтобы наверняка через 300 метров показывать нам в первый съезд погромче сделаем. Красный. Так, так как нам скоро первый съезд направо, нога над тормозом. Я думаю, здесь это не исключение, как и у нас. Если мы на круговом хотим ехать в первый съезд, то надо заблаговременно перестроиться в правый ряд. Это, в принципе, логично все. Так, то же самое, пока красный, немного уменьшим и смотрим, что мы уже до точки практически доехали. Водопад Монавгат. Так, зеленый. Тоже, видите, регулируемые круговые движения. Так, нам туда, как я это понимаю. Тоже, смотрите, на красный проехал человек. Такой интересный. Видите, он односекционный, но, я думаю, правила у нас у всех едины. красный, красный, но есть красный. Мигают. Вот про это надо почитать. Интересно, мигающий красный это как? Но я понял по их сигналу, что надо ехать. Так, здесь мы едем прямо. А что, они все с левой полосы? Интересно. Знаков нет, что с этой прямо можно? Можно. Все зеленый. Это не нам. Налево там, что-то машинка прям еле тянет. 400 метров поворот налево. Так, тоже аккуратней. Рука прямо у меня сразу у нас сигнал в таких случаях, потому что видит он у нас, не видит, лучше перестраховаться. Так, здесь показывает нам прямо то же самое. Дур. Дураков уступаем, типа. Сначала слева, никого. Теперь справа. Тоже, что нам перекрыл дорогу, товарищ. Успели бы проехать. Ну, ждем. Ну, это вот типа спальные райончики, Хотя, наверное, еще не совсем. Дома свежие все, Либо отреставрированные. Вот тут то же самое. Где знаки приоритета, блин? Прямо вот глаз и глаз для этих двухколесников. Кто первый сказал, моя дорога, тот и едет. Ну, я так понимаю, можно было бы и по-другому немножко проехать. Фрукты какие-то на дороге валяются. Вон тоже что-то растет. Мандарины, что ли? Апельсины. Так, ладно, не отвлекаемся. Апельсины растут. Там были мандарины все-таки. Вот тоже, как я вот, я понимаю, что они мне должны уступить, что у них вид с поперечного направления знак дур висит. Его не перепутаешь. Так, ну здесь мы едем по прямой и паркуемся. Сейчас ходим, посмотрим водопад. Поедем в сторону отеля. И будет еще один маршрут. Я думаю, он будет тоже не менее интересный. Так, ну с парковками я здесь никаких проблем пока не увидел. Абсолютно нигде. Так, ну я сразу встану задом. Ну-ка, сейчас проэкспериментируем, отстегиваемся. Да нет, едет. Вроде бы. А дверь открою. Тоже едет. А, нет, все, дверь открыл не едет. Видите, какая умная машина. Видите, открываешь дверь, какая хитрая. Вот так не прокатит смотреть открыто дверью. Может быть как-то отключается эта функция, но на ходу ползти не дает. Так, ну что, крайняя точка. Блин, там вон еще ниша есть, но тоже его там никак не поставить. Без подставки, конечно, неудобно. прямо показывает нам. Ой, налево говорят. малолетки реально безбашенные на этих мотороллерах. Такие, видите, полуспальный райончик. Вообще, надо потихоньку дети бегают. Ну, маленькие, смотрите, вообще. Так, 200 метров налево. 200 метров налево. Тоже вот стоят, видите, не включают поворотники. Дальше куда? Дальше прямо. У кого дура? У них дура. Так, дальше показывает направо. Как направо? Подожди. А, почему здесь прямо налево? Он до пересечения показывал повернуть. Ну, в любом случае, я перестраховался. Было немножко мне непонятно. Вроде бы знак предписания стоял после пересечения, но как-то я побоялся, что меня навигатор обманывает. Так, вот сейчас у нас будет поворот направо вот сюда. Здесь та же, видите, история получается, да? можно, значит, он стоит после пересечения, значит, ничего не запрещает. счет у нас кругалей каких-то дает. То же самое у них уступить, если по-нашему, по-простому. Блин, ну реально, детям поиграть-то негде получается. вот они на дороге бегают. Смотри, у них дворов как таковых-то нет. Тоже такие полукаменные джунгли получаются. Вот, вот, город, они сидят прямо вот на дороге. Так, он не показывает прямо ехать, а куда тут мне прямо ехать, я не пойму. Ну, короче, показывает направо то же время, просто прямо куда, вот в те дворы. Так, здесь налево вроде как, вроде как налево. То же самое, ни у кого знаков нет, у кого главное непонятно, и дуров нету, и уступить я не вижу. Так, что у всех уступаем. В таких случаях вроде как мы должны пользоваться правилом правой руки, но я смотрю, здесь как бы не особо это работает. может быть официально это есть, но вот тоже знак Я вас и автобусная остановка, ну, если я его правильно понимаю, и стоят машины грузовые на них газели, типа газели. Было написано в интернете Я вас это типа с ней скорость, типа внимательней, кто как писал. тоже холмистная такая местность. Ну, вот здесь, я так понимаю, все прелести уже такой внутренней водительской жизни. Вот, не то, что где-то мы начинали по поселкам, а именно такой уже достаточно крупный город. Какие-то также ставят с канистрами занимают места, у нас такое тоже бывает. И в Эмиратах я такое наблюдал. Короче, все плюс-минус одинаково. Так, то же самое, пока красный, мы направо, а потом будет какая-то потом налево. То есть, сейчас мы направо, потом на следующем светофоре. Видите, будет много пересечений, но светофор будет один. Я уже для себя делаю вывод. Поворачиваю направо, и после на светофоре налево, и потом еще раз на светофоре налево. И даже если там глюкнет у меня навигатор, так, тут у нас зеленый, естественно, мы их не должны пропускать. вот. Вот. Я уже знаю, что все, сейчас мне до светофора и налево, и как я поверну налево, мне еще раз до светофора и налево. Поэтому я сразу перестроюсь в левый ряд, 300 метров. бежит кто-то там. Так, все, сзади у меня вплотную товарищ, не буду тормозить по советам местных. Нога над тормозом, все видим, контролируем, кто так, не дай бог, прилетит. Так, здесь нас должны пропустить. Нога тоже самое над тормозом, на всякий случай. Правая нога над тормозом, правая рука над сигналом. 150 метров налево, вот он как раз светофор, смотрим на экран навигатора, точно, да, все правильно. Даже не важно, некоторые там, когда едем на влаждение, спрашивают, Сергей, на какую улицу поворачиваю. Водитель не мыслит улицами, он должен мыслить маневрами, налево, направо, когда, через сколько. И вот если вы будете учиться именно таким образом ориентироваться, тогда, ну, вот все равно, какая разница, куда ехать. Я вообще без понятия, где я нахожусь. Первый раз в жизни, как бы, в Турции за рулем, и город немаленький, но налево поворот, он и в Африке, и на лево поворот. Вот мы даже видим по навигатору две проезжей части, вон они две, там разделительная полоса, вон встречка, вон попутные направления. Сейчас здесь клумбы вот этой круглой нет. Если бы она была, мы бы за клумбы повернули. То есть, ну, иногда даже можно понаблюдать за местными. Если мы много наблюдаем, видим прям сотни машин, как все делают, то, скорее всего, так оно и надо. Если мы кого-то берем в одного в ориентир, то не факт, потому что, сами видите, что ноги нарушают, кто-то нарушает, на заправку нам еще надо заехать. Кстати, о птичках. Можешь попути заправку забить какую-нибудь? Бензин-то, потому что, ну, опять, и надо решить, мы поедем, или нет. Кстати, видите, справа тоже автобус поворачивает налево. Так, ну и через 490 метров мы снова едем налево. Алани, ну да, нам в сторону Алани. 4 аж светофора поставили, точно не пропустишь. Тоже разметка еле-еле видна вообще. Видите, здесь получается оба пересечения, и они оба регулируются. Вот это вот классно. Ты доезжаешь, здесь зеленый загорает, либо здесь у тебя уступаем, да, вот мы начинаем трогаться, на всякий случай по сторонам. А дальше еще одно пересечение, и люди ломают голову. Это один перекресток, или большой. А здесь мы также видим дублер у нас, да, тоже зеленый. Если бы он не работал, то у нас, соответственно, ну, знак дур вот этот, типа, уступить. Вот видите, сейчас посмотрели, пока я за рулем, вот, то, что у них эти знаки называются регулирующие. Как такового знака, главное, нет, да? То есть, есть уступить, есть движение без остановки запрещено, типа, вот этот дур, да, но приходится иногда так же не останавливаться, как все, потому что у местных вот такой вот негласный, как бы, правил, менталитет, пропутил, поехал. Как видите, некоторые на красный ездят, да, поэтому я вот смотрю в каких-то случаях, если сзади никого нет, да, если есть, то, естественно, и люди не соблюдают дистанцию, там достаточно рисковато тормознуть, это будет, да, да, я вижу заправку, то есть, можно в зад получить удар. Поэтому иногда, друзья, приходится вот так отступать от официальных правил. Так, мы сейчас тоже зайдем на заправку. Вот смотрите, 44,27 стоит бензин. Это лиры, умножаем на 3. Ну что ж, вот такой ролик, я надеюсь, вы покатались, вам тоже было интересно, так же, как и мне. Хотелось бы сказать, что у меня вот эти ролики настолько спонтанны, что я даже толком не успел вот погуглить по интернету про... Я почитал особенности, то, что в городе 50, то, что за место стопа знак дур, вот этот вот установлен, я не знаю, правильно называю или нет, но тем не менее, какие-то моменты уже по ходу. Я двигался, супруга рядом, что-то где-то гуглит, когда что-то непонятно. Какой можно сделать вывод? Если мы знаем правила дорожного движения, если мы умеем правильно распределять свое внимание, смотреть вдаль, смотреть подходы, мыслить логически, пытаться видеть и смотреть не только за своими действиями, но и за действиями соседей, мы можем ориентироваться абсолютно в любом месте. Это может быть не только какая-то другая улица, другой район, незнакомый соседний, незнакомый город, большой, маленький, но это может быть другая республика. Я уже показывал в видеороликах, можете посмотреть в плейлисте и по Абхазии я ездил и по различным республикам. На Кавказе тоже я ездил. Много всего интересного. В республике Белоруссия ездил. Ну, можно посмотреть, вы сами в этом убедите. В этом ролике я очередной раз это доказал. То есть, по сути, все плюс-минус одинаково. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии, поддержите лайком данный видеоролик. Ну, а я, как всегда, всем желаю удачи, дороги всем. Пока-пока.